Всем привет! Меня зовут Юлия и сегодня я покажу вам новые книги, которые появились у меня в августе и уже начале сентября. В этот раз почти ни одной книги не куплено про запас, все их я планирую успеть прочитать до нового года. И больше того, пару книг из этой стопки я уже прочитала и могу смело рекомендовать. Но прежде чем я начну показывать вам новые книги, расскажу о хорошей новости. Библиотека электронных книг Литрес дарит вам 20% скидку абсолютно на все книги и скидка эта будет доступна в течение двух дней после перехода по ссылке, которую вы сможете найти сразу под видео в описании. Также под видео вы найдете ссылки на два удобных приложения от Литрес, Слушай, где вы можете знакомиться с аудиоверсиями любимых произведений и Читай, где помимо всего вы найдете более 36 тысяч бесплатных книг. Приложения эти доступны как для айфона, так и для андроида, и я еще скажу, что меня приятно удивило сохранение электронным книгам, издательских фишек и элементов бумажного оформления. Всю информацию я еще обязательно продублирую под видео, и раз уж я начала показывать вам Дэвида Митчелла, начну как раз с его книги. Именно с 1000 осени якобы де зута началась моя читательская осень, и я скажу, что это было идеально верным решением. Это восхитительная книга, и я еще обязательно буду вносить ее и в лучшие книги, прочитанные за год, и в лучшие книги осени, и вообще буду долго и упорно ей восхищаться. Дэвид Митчелл признается, что на его творчество огромное влияние оказывает русская классическая литература, и в 1000 осени якобы де зута это невероятно чувствуется. Если бы я не знала, что автор наш современник, то с уверенностью бы сказала, что произведение относится к Золотому фонду мировой литературы, настолько здесь Дэвид Митчелл монументален в своих идеях и мыслях. Роман повествует о молодом клерке Якобе де зуте, о его жизни в Японии, любви, которая осталась на родине, и новой привязанности в чужой стране. Действия происходят на рубеже XVIII и XIX веков, феодальная Япония, и Митчеллу удается невероятно погрузить читателя в атмосферу того времени. Я небольшая поклонница азиатской культуры и истории, но от книги у меня просто бежали мурашки. Вот серьезно я дочитывала некоторые страницы до середины, перечитывала предложения по несколько раз, и мне приходилось откладывать книгу, чтобы их обдумать и переварить. «Тысяча осеней» читается очень неспешно, к ритму этой книги нужно привыкнуть, но оно того стоит. Я обязательно расскажу вам про «Тысячу осеней» якобы де зута более подробно, но пока не будем превращать книжные покупки в рассказ об одной книге, и перейдем к следующему произведению. Оно также уже мной прочитано, это «Белгравия Джулиана Фэллоуза». И главной моей рекомендацией к этой книге послужит следующее. Если вы любите классические английские романы, рассказы о жизни аристократичных семей, то это вам 100% понравится и можете смело читать. «Джулиан Фэллоуз» известен как создатель в том числе сериала «Аббатство Даунтон», так что если вы смотрели, то примерно представляете себе, насколько достоверным у автора выходят рассказы о высшем английском обществе. Читается этот роман очень легко, он написан приятным языком, и, кстати, произведение совсем небольшое по объему, вот книга просто оформлена так солидно. И, кстати, об оформлении. Оно просто великолепно, начиная с качества печати и заканчивая фотографиями историческими справками. Следующая книга, о которой пойдет речь, это «Энциклопедия по вселенной доктора Кто». Я давняя поклонница этого сериала, и вот сейчас у меня новая волна любви к нему. Я пересматриваю отдельные серии, читаю некоторые дополнительные истории и, наконец-то, нашла энциклопедию, которая полностью соответствует моим требованиям к подарочному изданию по этой вселенной. Здесь в красочном виде представлена информация о всех 12 на данный момент докторах, их спутниках, основных сюжетных арках, в общем, все, что необходимо знать про сериал. Я целиком так и не осилила классические сезоны, поэтому особенно мне интересно читать про олдскульных докторов, и история «Повелителя времени» становится с каждой главой все ярче и интереснее. Для тех, кто с сериалом совершенно незнаком и впервые слышит о «Докторе», пообещаю ролик-представление, где расскажу, с чего начинать смотреть, что стоит почитать, и вообще, почему у этой вселенной столько поклонников. Следующая книга открывает новую главу в моем освоении разных художественных материалов, и это книга, рассказывающая о том, как рисовать скетчи. Я уже давно приглядываюсь к рисунку маркером, но я постоянно не знала, с чего начать, какие инструменты выбрать, как вообще прийти к этому творчеству, но вот, наконец-то, нашлась книга, где все очень коротко, подробно и ясно рассказано. Буквально на нескольких страницах основные правила и база, а дальше конкретные примеры и пояснения к ним. Автор книги ведет свой инстаграм, и мне невероятно хочется научиться так же ярко и просто иллюстрировать повседневность. Так что сейчас я выберу себе набор маркеров и примусь за скетчинг. И следующая книга – это также не художественная литература, Майкл Бут и его «Почти идеальные люди. Вся правда о жизни в скандинавском раю». Вы прекрасно знаете о моей любви к скандинавским странам, и мне очень хочется послушать про их другую сторону жизни, не только про хьюги и высокий уровень жизни, но и про отрицательные стороны и какие-то дополнительные моменты. Материал в книге разделен прямо по конкретным странам, и в названии глав видны основные стереотипы, связанные с ними, и негласные символы. На самом деле книгу я успела только пролистать, и пока могу отметить разве что легкий язык повествования и четко структурированную информацию. Прочитаю, расскажу вам подробнее. Дальше покажу первую часть трилогии о Короле Артуре Бернарда Корнуэла. Мне кажется, что про этого автора я вам уже все уши прожужжала, но я не перестаю восхищаться его языком, его историчностью, и вот этим восхитительным для меня сплавом фэнтези и реальной истории. Я продолжаю читать и саксонские хроники, там скоро должна выйти новая часть, и вот, наконец-то, доберусь до Короля Артура. Как всегда, у Корнуэла я уже успела приметить в книге подробную карту, список действующих лиц с пояснениями и мест, где разворачиваются события. Надеюсь на отличное фэнтези, которое великолепно подойдет для чтения именно осенью, хотя, в принципе, в качестве книг Бернарда Корнуэла я практически не сомневаюсь. Как не сомневаюсь, и в Робин Хобб я тоже продолжаю читать ее трилогию о живых кораблях, это вторая часть, и вот на данный момент вторая трилогия мне нравится гораздо больше саги о видящих. Совмещать чтение книг Робин Хобб с еще чем-то занятие почти бесполезное, это просто невероятный мир, который однозначно может посоперничать во всем с миром Джорджа Мартина. И не зря этих авторов сравнивают, такие же непредсказуемые сюжетные повороты, нещадное отношение к персонажам, все это сочетается с потрясающим языком Робин Хобб. В общем, Робин Хобб я советую-советую, и, возможно, даже стоит начать именно со второй трилогии про живых кораблей, а не с первой саги о видящих. Следующая книга – это очень долгожданное произведение Джон Краули «Маленький-большой». И сколько же восторженных критиков я прочитала по поводу этой книги. Здесь обещается семейная сага, вложенная в рамки магического реализма. Мне слегка разрывает мозг это сочетание, поэтому я уже, затаив дыхание, жду подходящего момента для прочтения книги. Что я знаю про сюжет? Самая обычная молодая семейная пара переезжает жить из города в некое поместье, которое не отмечено на картах. И там они начинают сталкиваться с волшебным и потусторонним миром. И я прекрасно понимаю, что эта аннотация, скорее всего, не передает и 5% от содержания книги. Но на самом деле писать краткое содержание к магическому реализму – это занятие очень неблагодарное. Поэтому я еще больше жду от книги чего-то удивительного, сплетения реальности с магией. И надеюсь на идеальную сказочную атмосферу для чтения осенью. Еще одна очевидно осенняя книга – это новая часть цикла «Ученик ведьмака Джосса Фадилейне». Называется она «Кровь ведьмака». И в прошлом году в подборке с осенними книгами я рассказывала вам про весь этот цикл. В книгах невероятно осенняя атмосфера. Она мрачная, немножко зловещая и просто восхитительная. И за прошедший год ничего не изменилось. Эта серия все так же хороша. Это совсем небольшие повести, выпущенные в формате книг. Вы сами прекрасно видите, какой тут объем, но на интересе к сюжету это никак не сказывается. Великолепные, атмосферные и назову их, наверное, страшилками для осенних вечеров. И раз уж мы заговорили о «Ведьмаках», не путайте предыдущую серию «Ученик ведьмака Джосса Фадилейне» с циклом «Ведьмак» Анжиа Сапковского. Аисте почти довыпустила вот это прекрасное издание. Осталось дождаться только заключительного сезона «Гросс». И осенью закончу перечитывать всю серию целиком, после чего, думаю, будет несколько выпусков по «Ведьмаку». Кстати, если вам интересно услышать что-то конкретное про вселенную «Ведьмака», то обязательно об этом мне пишите, и я подумаю над воплощением этих тем в видео. И еще покажу две книги, купленные чисто в коллекцию. Во-первых, это юбилейное издание «Гарри Поттера». Первую часть выпустили в четырех вариантах, соответствующих факультетам. Внутри можно найти дополнительную информацию о конкретном факультете и его символах. У меня, конечно, был невероятный соблазн купить все четыре книги, собрать тем самым всю юбилейную коллекцию, но потом я решила, что правильнее будет выбрать именно одну в цветах своего любимого факультета. И также у меня появилось иллюстрированное издание «Американских богов», которое мне подарила на день рождения подруга. Я довольна стилем, в котором выдержано это издание. Ничего лишнего, вместе с тем образно и четко то, что нужно для «Американских богов». Следующая книга также уже подходит и в категорию «Прочитанная». Это «Ли Бардуга» и «Шестерка воронов». Это «Дилогия». Я держу сейчас в руках первую часть, вторую у нас еще не перевели. И в целом круто, динамичный сюжет, интересные герои, но к книге нужно привыкнуть. Она довольно объемная и меня захватила только на сотой, сто десятой странице. То есть обычно, если мне не хочется продолжать после 50 прочитанных страниц, я книгу без сожаления откладываю. Но «Шестерка воронов» я очень рада, что послушала знакомых блогеров и все-таки дала книге шанс попродолжительнее. Подробнее о сильных чертах этой истории о полюбившихся мне героях я буду рассказывать вам отдельно, но сейчас покажу книгу, чье переиздание ждала несколько лет. Это «Восток» Эдит Паттол. Очень у многих видела эту книгу в подборках самых любимых произведений и сама возлагаю на нее большие надежды. Здесь за основу взята сказка «На восток от солнца, на запад от луны». Это одна из моих любимых норвежских сказок. Я вам внизу оставлю ссылку на ее аудиоварианты и очень советую послушать. Она совсем небольшая. Я уже предвкушаю великолепную сказку в скандинавском антураже и мне хочется отложить ее на предновогоднее чтение, наверное, на конец декабря, хотя у меня невероятный соблазн начать читать ее прямо сейчас. Следующая книга, припасенная для осени, это графический роман «Зеркало мрака». Я ждала этот графический роман еще с анонса в прошлом году на Комик-коне и вот, наконец-то, держу это великолепие в руках. Просто посмотрите на детализацию рисунков и их невероятные цветовые гаммы. Здесь обещаются семейные загадки, мистика и все это в средневековом мире. Не думаю, что чтение этого романа займет у меня много времени, так что скоро вам расскажу про него подробнее. И следующие книги – это моя большая и очень неожиданная удача. Три небольших энциклопедии по волшебным существам, которые я отхватила на лабиринте буквально за символическую цену чуть больше 50 рублей. Это великолепные сборники как арт-работ, так и основных сведений про каждое существо. Мне бы, конечно, хотелось собрать всю серию, но я нашла, к сожалению, только три сборника. Если вас заинтересовали эти совсем небольшие энциклопедии, то я вам ссылки оставлю. По-моему, они на лабиринте еще есть и за ту же совсем небольшую цену. Следующая книга также припасена была мной на осень. Это представитель Ром Фанте, Марина Суржевская и ее трупами вереска. Я у этого автора уже читала «Я тебя рисую» и поэтому испытываю к ней большое доверие. И знаете, я не удержалась. Книга прочитана, она прекрасна, но не спешите ее покупать. Почему не спешите с покупкой? Я скоро расскажу про нее подробнее. И мне книга очень понравилась, но при этом я понимаю, что понравится она далеко не всем. Это абсолютная стилизация под классическую сказку. Здесь своеобразный язык, своеобразные персонажи, сюжет и финал, которого я, ну, в Ром Фанте точно еще нигде не встречала ни у одного из авторов. Так что скоро вам про нее расскажу подробнее. А пока можете присмотреться к другой книге автора «Я тебя рисую», там, в принципе, все по канонам и должно вам понравиться. И последняя книга, которую я вам сегодня покажу, это творческая книга по «Игре престолов». Здесь представлены цитаты из книг и иллюстрации, которые можно раскрашивать. Пока не уверена, оставлю я эту раскраску себе или же разыграю, но поклонникам сериала такое необычное издание может приглянуться. Ну и на этом у меня все. Обязательно напишите мне, какие интересные книжные приобретения были у вас в прошлом месяце, ну или уже в этом. И мы с вами увидимся совсем скоро. Пока!